И Слово будет тоже относительно жизни Господа. Евангелие от Марка 16 глава описывает нам, по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, то есть очень рано, в первый день недели, сегодня это называется воскресенье, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного белую одежду, и ужаснулись. То есть это был ангел. Он же сказал им, не ужасайтесь. Иисуса ищите, Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он встретит вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, и их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов ранее. Она пошла, возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После всего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, то есть двенадцати или одиннадцати, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, то есть каждому творению Господа, каждому человеку. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие, что будут соборождать эти знамения, имени Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Глава 16 говорит нам о воскресении Христа и не только. Она открывает нам, что ученики находились совершенно в другой реальности. И они не понимали реальности того, что Господь жив. Слово «Христос воскрес» и «Христос жив» я сегодня подменяю иногда словом «реальность» жизни Божьей. Чувства учеников, они были как раз противоречивы. Они совсем не верили, что Он жив. Но разве это означало, что Иисус не был жив? Разве это означало, что Он не воскрес? Конечно же нет. Их чувства были ошибочными, их чувства были ложными, их чувства были неправильными, и это было неверие. Бог хочет, чтобы ввести нас в реальность Его жизни, в реальность. То есть, что Он жив. И Он хочет нам это сказать каждый день. Он жив, чтобы быть с тобой рядом. Он жив, чтобы видеть Марию Магдалину. Он жив, чтобы видеть Евгению, Анатолия, Владимира, Тимофея и так далее. Он жив. И здесь вся разница между верой и неверием. Его восприятие в нашей жизни происходит через веру. И Его отсутствие в нашей жизни происходит по нашему неверию. Господь сказал Марии когда-то, «Разве я не сказал тебе, что если ты будешь веровать, ты увидишь славу Божью?» Вера, живая вера в жизнь Господа делает Его реальным в нашей жизни. Причем ежедневно. Потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Господь реальный, то есть Он живой. Вчера, сегодня и вовеки. Только твое и мое отношение, веры или неверия, оно меняет атмосферу. Оно меняет присутствие. Они не чувствовали Господа. Они не видели Его. Они говорили отрицательно. Они даже говорили против того, что кто-то пережил Его явление. То есть это были Его любимые ученики. Это были люди, похожие на нас. Они были похожи на каждого из нас, потому что они были избраны Господом, как вы сегодня избраны Господом. И у них была борьба. Господь в течение жизни учил их верить. И поэтому это слово ободряет нас, потому что эта глава не закончилась отвержением учеников, но закончилась направлением их жизни и ободрением. Итак, здесь мы читаем, что женщины, они встали рано, и они пошли рано. Поэтому они первые увидели. Я думал сегодня утром, что если бы Петр пошел первый рано ко гробу, если бы Петр имел намерение, или Иоанн, или кто-то другой, брить и помазать тело Христа, если бы они имели это желание, то они бы первые услышали то, что услышали женщины. Кто верит в это? Аминь. Если бы они пришли ко гробу, разве бы Господь спрятался от них? Разве ангел не сказал бы им этого? Он бы сказал им. Но смотрите, кто жаждали, кто очень сильно любили Господа, кто через свою скорбь и свою печаль шли, чтобы сделать то, что должны были сделать, они знали, что Господь достойен этого помазания мира. Он достоин самого драгоценного благоухания на его этих одеяниях и тело его помазать, чтобы оно имело аромат, исходящий из этой гробницы. Они увидели эту весть. Кто-то из нас раньше слышит или видит от Господа. Кто-то из нас, может быть, какая-то женщина, не обязательно, брат, женщины, сестры, кто-то раньше получил откровение, кто-то раньше пережил реальность Святого Духа, то есть жизнь Божью. Но иногда мы не верим в это. Иногда мы можем сомневаться и находиться в других обстоятельствах. Но Бог поэтому предлагает нам верить. И вера – это такое драгоценное качество, что мы можем верить, придя в церковь, что Господь действует здесь. Мы также можем верить, проснувшись, почитав Слово Божие, укрепив свою веру, почитав Евангелие или Послание, или другие какие-то книги. Но Евангелие и Слово Божие особенно дают нам веру, потому что Христос в Евангелиях совершает постоянно что-то для людей. Тогда, укрепляя свою веру, мы можем войти в реальность Божьего благословения. Мы видим, что неверие учеников было настолько великим, что они не поверили одним свидетелям, то есть то, что они слышали, потом другим свидетелям, которые встретили его на дороге, пока Господь лично к ним не явился. Мы видим это. Если мы увидим подобное неверие в церкви, мы, может быть, подумаем очень плохо об этих братьях и сёстрах, и мы начнём их отвергать. Нет, нет, этого не нужно делать. Нужно ещё и ещё протянуть руку общения, руку любви Божьей и постараться проявить любовь, проявить веру, даже если человек сомневается. Сомнение – опасная вещь. Она разделяет людей между собой, она разделяет Бога между собой. Мы имели некоторые переживания, что когда кто-то из гостей приехал к нам, они не поверили нам. То есть, когда они увидели, что они привезли одежду и много одежды, они подумали, что, наверное, здесь магазин, и что здесь продаётся одежда. Понимаете? То есть, они не знали нас, они подумали, что мы здесь торгуем. Но вы все знаете, здесь невозможно купить ни одну вещь, здесь только получить даром можно. Аминь. Потому что Иисус за это заплатил, скажем, аллилуйя. Иисус заплатил своей кровью, и Он благословил кого-то, кто бы дал. И поэтому, как только человек усомнился, усомнился, что здесь они подумали, что, наверное, это для личной прибыли. Сразу возникла стена, сразу возникло отчуждение, сразу возникла такая очень резкая, может быть, критика. Но что Господь говорит в наше сердце? Проявить любовь. Проявить любовь. Благословить. И Господь положил нам на сердце пойти в магазин, купить конфеты, благословить, подарить что-то. То есть, сказать то, что мы могли, но слова не действуют. Вы понимаете? Не действуют, потому что сердце закрыто. Сомнения, неверия. И вдруг во время действия Духа Святого рушится стена. И человек, который выступал один, он обнимает. Потом второй, после собрания, он говорит публично, я хочу принести извинения. Мы не знали вашего сердца. Мы не знали вас. Простите нас, пожалуйста. Понимаете? Но почему? Потому что неверие приносит сразу же реальность, отсутствие реальности, реального общения. Все. Если человек не верит вам, и происходит стена. Если человек не верит Богу, что происходит? Стена. Бог говорит тебе и мне, верь в реальность Христа каждый день. Верь, что Он жив для тебя каждый день. Нигде в Писании не найдем одного места Писания, которое говорит нам, я забыл о тебе, извини, Бог говорит, я упустил, я поздно слишком пришел. Нет. Бог говорит, совсем другое. Я хочу показать это, чтобы мы верили в реальность Господа. Аллилуйя. И поэтому Псалом, первое, что приходит нам на сердце, конечно, это 138 Псалом. Я должен это повторить. Многие из вас знают, но, пожалуйста, дорогие, это говорит о реальности Господа в нашей жизни. О реальности. Неверие и сомнение ставят барьеры. Знаете, что Бог дал мне? Когда я почувствовал противостояние, почувствовал недоверие, сомнение, критику, неожиданно я переживал, я молился, я открыл Евангелие. И мне открылась вторая глава послания филиппийцам. 13-й, 14-й стих, потом 12-й. Там написано, братья, все делайте без ропота и сомнений. Я знал, что дал мне Господь это слово. И потом, когда мы беседовали, они простили прощения. Я сказал, у меня есть слово от Господа. Откроем филиппийцам вторую главу. И там написано, братья, все делайте без ропота и сомнения, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими среди строптивого, разращенного рода, в котором вы сияете, как светило на небесах, на тверди. И дальше, потому что Бог производит через вас хотение и действие. Бог производит через вас хотение и действие. Поэтому все делайте без ропота и сомнения. Аллилуйя! Сомнения разрушают веру, сомнения разделяют людей, сомнения разделяют человека с Богом. Это враг нашей жизни. Сомнения и неверия. Это два страшных врага, которые останавливают сердце человека. Он говорит, маловерный, зачем ты усомнился, Господь сказал. Зачем ты усомнился? О, как жалко, когда сомнения приходят в нашу жизнь, того, что Господь рядом, сомнение приходит, что Он жив, сомнение приходит, что Он рядом, что Он готов решить ситуацию, это враг, мы должны противостать неверию, нам нужно возненавидеть неверие и возлюбить веру, потому что вера сближает нас с Богом, вера буквально соединяет нас с Ним, а неверие, она отталкивает нас, как Его любимых учеников, они не пошли проверять, они не приняли слова, они плакали и рыдали, то есть их неверие, оно сделало их плачущими, оно сделало их рыдающими, они рыдали и когда женщины им сказали, они не взяли во внимание, когда два ученика пришли, они говорят, нет, нет, оставьте нас, не говорите нам, и тогда Господь сам явился им по любви и милости, и им было стыдно, и Фомы не было, Фома еще от себя боролся против этих слов о воскресении, но Христос и ради Него вернулся, так Он любил учеников, Бог откроет нам позже, Бог откроет человеку позже, но пока человек не получает откровения, он мучится в своем сердце, правда же, мы не имеем радости, пока лично нам Бог не откроет, и поэтому, но Бог предлагает нам веру, верьте в Бога и в Меня, верьте, говорит Господь, вера в реальность силы Святого Духа, Аллилуйя, и Господь говорил некоторым, верите ли, что Я могу это сделать, Он сегодня говорит нам, верите ли, что Я жив для вас, то есть Я реален для вас, и Господь хочет, чтобы мы имели такую веру, и так реальность веры, или реальность жизни Божьей через веру, сегодня Господь хочет нам сказать, Псалом 138 говорит нам так, Ты испытал Меня и знаешь, то есть Ты проверил Меня, и Ты знаешь, Бог знает тебя, первое, Он проверил тебя, то есть Он испытал твое сердце, ты веришь Господу или нет, ты являешься христианином, Он испытал тебя, Он не то, что испытает тебя, Он уже испытал тебя, Он уже проверил тебя, но если нужно, Он еще испытает тебя, но Он знает тебя, первое, первое, что Бог хочет, мы верили, что Он знает Меня, там, где мы есть, где мы находимся, Библия говорит, сколько звезд на небе, и ни одна из них у Него не выбывает, то есть Он знает все по имени, выводит их счетом, то есть Он знает, Он знает, сколько звезд падет, сколько, Он говорил, звезд падут с неба, Господь говорил это, силы небесные поколеблются. Господь говорит дальше, ты знаешь, говорит Давид, Духом Святым, когда я сажусь. Итак, скажем, Бог знает, когда я сажусь. Когда мы сели на эти сидения, Бог знал это. Каждого, кто сел, знает, когда я сажусь. И он знает, когда я встаю. Когда мы поднимаемся в церковь и говорим, я буду прославлять Господа и молиться, Господь это знает. То есть это в его внимании. Он видит, что ты почитаешь его. Он видит, что вы чтите его и стали пред Господом. И вы стояли, может быть, 45 минут или час во имя Господа. Он знает это. Он знает, когда вы встали на колени. Он знает это. Потому что он знает. Написано, ты узнаешь намерение моей издали. Но я прочитаю это. Дальше. Когда я сажусь, когда я встаю. Смотрите положение. Человек стал во весь рост. И Бог знает. Теперь. Ты разумеешь помышления мои издали. То есть то, что ты думаешь, ты знаешь это. Скажите, неужели Бог это? Да, Он может. Он знает все. Он знает, что в душе и в духе. И в разуме человека. Он говорит. Он сказал фарисеям. Он сказал. Они помышляли в своем сердце. Он знает, что они помышляют о нем. Он говорил им. И Петр сказал. Ему Духом Святым были открыты мысли о Нане. Он говорит. О Нане, для чего ты допустил сатане вложить мысль, солгать? То есть Петр знал, Дух Святой знал. Но он открыл это Петру. Чтобы солгать Святому Духу. Это было слово от Господа. И это было строгое слово. И здесь мы должны поверить в это. Просто знать. Если мы не поверим, мы можем тогда не иметь страха Божия. Мы можем тогда беспечно жить. Во-вторых, мы не можем получить благословение Божие. Потому что мы думаем, что Бог о нас забыл. Или не думает. Как бы мы сами по себе. Нет. Он говорит. Я зовет. Я с тобою. Ты пойдешь через воды. Я с тобою. Через огонь. Оно тебя не опалит. Я с тобою. И я теперь хочу повторить. Независимо чувствуем мы это или нет. Если мы будем молиться в этот момент и верить, мы почувствуем его. Если мы не будем молиться и верить, мы не будем его чувствовать. Но он все равно будет с нами. Просто когда мы молимся, ищем его, то нам легче. Мы ощущаем его близость. И поэтому Бог хочет, чтобы мы молились и верили, и шли верой. Даже когда наше чувство, или чувство присутствия Бога заглушается чувствами нашего тела. Мы видим волны. Мы слышим какие-то отрицательные новости. Мы, может быть, думаем, сомневаясь. Господь хочет, чтобы мы верили. Вера. Возможно, Господь скажет нам на небе, когда мы спросим у него, Господи, почему мне было вот тут очень тяжело. Он скажет, потому что ты не доверял мне. Тебе нужно было верить в тот момент. Тебе было бы легче. Ты бы мог меня чувствовать, вместо того, чтобы чувствовать вот эту боль. Возможно, Господь так скажет. Кто-то допустит это. Правда же? Потому что, я думаю, в нашей жизни, в сотнях и ситуаций не хватает иногда веры. Кто согласится? Не хватает веры просто в той иной ситуации. Но Бог поэтому сегодня предлагает нам веру в Его реальность. И вера – это знание. Уверенность в невидимом. Знание Бога. Итак, иду ли, отдыхаю, ты окружаешь меня. То есть, следующее положение – я иду. То есть, я сижу, я встаю, я иду. То есть, человек идет и что-то делает, а потом он отдыхает. И он говорит, ты окружаешь меня. То есть, ты рядом. Дальше. И все мои пути, скажем, все мои пути, все мои пути известны тебе. Все. Это значит, путь в магазин, путь на работу, путь в школу известны тебе. Это нужно принять на веру. Потому что, если кто-то молился в пути, он обнаружил Божие благословение в пути. Если кто-то будет молиться в дороге, едет на транспорт, начнет молиться, он почувствует силу Божьей в дороге. Потому что, Господь говорит, я с тобой. Недавно ехали с одним братом. Тот брат был из общины Иванских христиан-баптистов. Мы соседи. Мы поехали в Ихве, город Ихве. Он бескорыстно, так искренне предложил свой тяжелый прицеп, чтобы привезти там котельное оборудование, и все. И мы беседовали о Христе. И поверьте, я чувствовал сильное присутствие и помазание Господа. Хотя я говорил с братом, казалось бы, из другой церкви. И не знаю, его отношение, может быть, к крещению Духом Святым. А я чувствовал, что сила Господа на мне реальна. И когда я вернулся, я все еще был под впечатлением этого. Мы говорили о Божьей любви. Мы говорили о Божьем благословении. О любви ко всем. Что любить нужно каждую церковь. Что служить Господу. Что любовь одна из самых важных. Это было что-то в помазании. И говорит, когда я иду, Ты окружаешь меня. И полагаешь на мне руку Твою. Смотрите, Господь окружает. То есть полностью ты в Его руках. И Он тебя закрывает рукой. Покрывает тебя рукой своей. И дивно для меня, то есть удивительно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть Его. Это очень высоко. Мы не можем это познать. Но Он с нами. И вот когда женщины сказали, что Христос жив. Он воскрес. Они поверили в это. Сначала они испугались. Но им ангел сказал, Вы ищите Иисуса на заре распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Идите, скажите братьям. И Петру. Незнакомая личность говорит, Идите, скажите Петру. Он встретит вас в Галилее. Они со страхом и радостью побежали. А потом в Евангелиях других рассказывается, что Иисус, сам Иисус, встал в дороге и сказал Мария. Он говорит, Кого ищите? Мария. Она думала, что это садовник. Говорила с ним, Господи. Он говорит, куда ты унес его? Скажи, я заберу его. Он говорит, Мария. И она говорит, рвуни, учитель. Она упала. Не дотракивайся до меня. Я не восхожу к отцу моему. Скажи братьям моим. Я восхожу к отцу моему, к отцу вашему. Мы видим здесь, что реальность для женщин была. Они поверили. И не было реальности жизни Божьей для тех, кто не поверили. Христос упрекал их за неверие. Когда я читал это слово сегодня, я подумал о себе. О, как часто я способен еще сомневаться. Как я способен часто не верить. Кто-то скажет, неужели? Да. Потому что ситуаций очень много. И когда мы смотрим на них, мы иногда забываем о реальности веры, о реальности Господа в этой ситуации. И когда я имел эту проблему с недоверием людей, то Господь сказал мне в сердце, что конец дня будет хорошим. Конец дня будет хорошим. И мы, казалось бы, собрались вместе. Мы молились вместе. Но некоторые не поцеловали, не обняли меня. Они обнимали друг друга, но они обнимали меня. Хотя я говорил им, что нет, мы не продаем, что здесь честные работают добровольцы. Здесь все хорошо. И, казалось бы, ничего не меняется. Но Господь сказал, конец дня будет хорош. И все, братья, делайте без сомнений и ропота. И на самом деле был очень хороший конец. Был самый лучший. Они обнимали меня много раз. И один человек был из них, один, который только подошел ко мне несколько раз и сказал, Бог тебя любит, я понимаю тебя. Он говорит, и он сказал, что Господь с тобой. И вы знаете, когда он говорил это мне, я чувствовал это, это был музыкант. И тогда вдруг он молился за меня и пророчествовал. И меня сила наполняла. Я чувствовал, что Господь с этим человеком. Он сказал, не забудь меня. Напиши мне письмо. Он сказал, не забудь, молись за меня. И если это было что-то, то есть Бог всегда найдет кого-то, через кого будет обоговорить тебе, правда же? И он все меняет. И поэтому Бог нас всех любит. Это любимые ученики Иисуса. И когда мы собрались молиться, я сказал, Господи, все, кто здесь собрались, я уверен, что они все любят тебя. Все любят тебя. Но видите, когда стоит нам допустить сомнения, сомнения и неверия, то сразу возникает стена. Только мы сомневаемся в исцелении, сразу стена приходит. Только начинаем сомневаться в том, что Бог ответит на нашу нужду, что Бог силен накормить нас, что Бог силен помочь. А только мы начинаем сомневаться, сразу же мы как будто бы как веточка отрезаны, как будто сами по себе. Поэтому неверие – это не только неприятная вещь, это большая помеха в нашей жизни, это вредительство нашей духовной жизни. Неверие учеников Иисуса, неверие избранных Его, неверие любящих Его, Иоанна, Петра, Иакова, всех одиннадцати, которые были там. Но Господь говорит, Он сзади окружает тебя, спереди, и полагает на тебя руку. И дивно видение. И дальше Он говорит, куда пойду от Духа твоего. Псалом 138, стих 7. То есть Дух Святой, Он достигает нас. Куда пойду от Духа твоего? То есть Дух Святой, Он все... Вы скажете, как Господь со мной следует? Как Он рядом? Бог дает нам ответ. Дух Твой, то есть Дух Святой. И если мы с вами крещены Святым Духом, или мы отдали сердце, принимаем Духа Святого, наполняемся, то Дух Святой, Он идет, идет впереди. И куда я уйду? И дальше говорится, смотрите, взойду на небо, то есть, ну, хотел от Господа, может быть, от земли оторваться. Ты там. Сойду в преисподнюю, это ниже земли. Подводная лодка, человек с аквалангами, батискафе, где бы он ни был, ниже земли. Ты там. Кто-то был на Луне, там Джим Ирвин, там Армстронг и другие, они чувствовали Господа на Луне. Они, говорят, реально чувствовали Бога. Кто-то там оставил, по-моему, Библию в капсуле, ну, как-то так сделали на Луне. Теперь Господь говорит дальше о нас. Давид говорит, пойду ли на небо, ты там, сойду в преисподнюю, ты там, возьму крылья зари. То есть, если бы я заряну, то есть, восход солнца, я вот так со скоростью света, может быть, перенесся на край моря. То есть, не только в море, а куда-нибудь на край моря, куда-то туда, на другой край. И написано, там рука твоя поведет меня и удержит меня десница, то есть, рука, ладонь твоя. Скажу, может быть, тьма скроет меня, то есть, может быть, в темноте ночью я могу спрятаться от Господа. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Видите, это местописание не говорит нам о том, что Бог нас преследует. Давид говорит, вот ты меня преследуешь, хочешь наказать, ты хочешь меня обидеть, поразить болезнью. Нет, он говорит о благословляющей руке Божьей. Потому что, когда мы говорим детям, что Бог видит, с одной стороны, мы должны говорить, да, Бог видит плохие поступки. Господь видит, и Он может, Он написано, взыщет, Он написано, что каждый день строго взыскивающий судья праведный. Но Бог также видит твои дела веры, Он видит твои нужды. Слава Богу, родители не только видят, что у ребенка есть проблемы, они видят то, что у него есть достоинство, у него есть хорошие качества. И это важно, чтобы мы все видели не только отрицательный момент. Поэтому, слава Богу, за ту любовь, которую мы можем иметь, которую дает Господь, несмотря на то, что вдруг сомнение пришло, вдруг разделение. И я сказал от себя слово, я сказал, нет, церковь не продает это, то есть, ну, работают люди так, бескорыстно трудятся. И я сказал, разрешите мне вас благословить, позвольте мне вас обнять. Я обнял их. И я сделал это, но я потом все равно чувствовал дистанцию. Но, хвала Богу, во время действия Духа Святого рухнула стена, и мы имели чудесное общение. Несколько часов общались, разговаривали, делились, и Бог был прославлен, потому что Он победитель. Правда же, друзья? Поэтому сейчас неверие и сомнения, как разделяют церкви иногда, к сожалению, к стыду, разделяют динаминации, это неправильно. Когда мы сомневаемся о других, кто как поет, кто как молится, это сомнение и неверие. Это не то, что сделал Господь, но любовь Христа, она объединяет. Она соединяет верующих воедино, разные названия. Я думаю, когда пробуждение Божие пойдет мощной волной, то многие названия рухнут. Нам будет стыдно подчеркать, что это вот наша церковь, а это ваша церковь. Мы будем говорить, да, это моя любимая поместная церковь. Но мы вместе принужим одной церкви Христа. И я не буду долго говорить. Иеремия 32, 19. Хотя дальше, если читать, вы прочтете. Там много чудесных мест. Ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери. Зародыш твой видели очи мои. То есть Бог не только видит человека живущего, ходящего по земле, который сидит, ходит, отдыхает. Он видит того, кто в утробе матери, который еще не появился на свет. Это говорит о всевидении Господа. И Он знает все. И слава Господу Иисусу Христу. Я помню собрание в 91-м году, когда приехали группа шведских христиан. Это были искренние верующие из города Ветланда. Кажется, города Ветланда или из юга Швеции. И они приехали и проповедовали слово. И вдруг Господь наполнил Духом Святым молодого брата. Он был молодежный лидер. И Он сказал, здесь в собрании находится молодая женщина, которая беременна, которая собирается сделать аборт. Господь говорит тебе, не убивай ребенка. Бог знал, что в утробе ребенок. Конечно. Он знал, что эта женщина стоит перед таким решением. И Он сказал через молодого человека. И Он сказал, придите ко мне. Я буду молиться за тебя. И эта молодая женщина, она после собрания подошла. И она разговаривала. Она сказала, она призналась, что она хотела сделать аборт. Она не была членом церкви нашей. Она была просто, ну, первый раз ее видели. Но было слово у Бога. Бог привел ее в это собрание, чтобы сказать ей. Потому что зародыш видят очи. Аллилуйя. Бог знает, что вы имеете нужду, Христос сказал. Можно в немногословии молить, сказать, Господь, ты знаешь. Он знает все, что ты не знаешь. Он знает лучше, сколько тебе нужно заплатить. Прежде чем мы это успели посчитать. Сколько твой телефонный счет будет. Сколько будет счет на квартиру. Он все знает. Но есть нечто. Есть вера. Которая приводит нас в реальность. И еще нечто. Господь сказал, очи Господа обозревают всю землю. Чтобы поддерживать тех. То есть помочь, поддержать. Экономически поддержать. Физически поддержать. И вот поддержать духовно тех, чье сердце вполне предано. Поэтому вера в преданном Богу сердце. Она имеет огромную силу. Преданное. То есть, что такое преданное? Переданное Богу сердце. Поэтому крещение это передать себя Богу в завет. Передать себя в его употребление. Это то, когда ты сознательно передаешь. И говоришь, я твоя, Господи. Теперь я твой. Я твой сын. Я твоя дитя. И когда сердце преданное, то бочи Божьи обозревают всю землю. Он все видит. Но чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано. То есть полностью предано. И вот это слово. Второе про Липоменон 16, кажется, 11 стих. Не, 16, 9. Он говорит нам, что очи Господа обозревают всю землю. Он жив. Он реален. Но надо, чтобы наше сердце было предано Богу. Вспомним Иезекию. Иезекия говорил. Когда он был благоставлен. Почитайте, пожалуйста, 4 царство. По-моему, 25 глава. И 2 параллелепоменон. А Иезекия там в конце 2 параллелепоменон. То есть 2 летописи. Там говорится о царстве Иезекии. Как он любил Бога. Как он обновил двери дома. Он служил Господу. Но вот. Пророк пришел и сказал, сделай завещание. Потому что он мог бы не успеть сделать завещание. Бог говорит, сделай завещание. Дому своему. Потому что ты не выздоровеешь. Но умрешь. И он тогда сказал Господу. Он заплакал сильно. Он подвернулся к стене. Он болел. Он лежал на кровати. Он не мог встать на колени. Он повернулся к стене. Горько заплакал. И сказал. Господи. Вспомни. Что я ходил. Пред Тобою. С преданным Тебе сердцем. Бог поддерживает тех, чьи сердце вполне предано Ему. Сегодня наша забота должна быть о двух вещах. Согласно проповеди. Вера и преданное сердце. Потому что вера терпит кораблекрушение. Когда отвергли некоторые чистую совесть. Они сказали. Мне это не нужно. То есть они пошли на компромисс с миром. То есть отвергли добрую совесть. Потерпели кораблекрушение в вере. То есть если человек говорит. Я могу там выпивать. Я могу себе это позволить. Я так понимаю. Я так понимаю. Это не для меня. То есть это называется отвергнуть чистое сердце. Отвергнуть чистое сердце. Тогда вера не действует. Но если ты любишь Господа. Если мы просим Его прощения. Если мы боимся Господа. И как написано. Всякий имеющий на Него надежду. Очищает себя. Так как Он чист. То есть мы теперь дети Божьи. Но не открылось что будем. Но всякий имеющий надежду на Него. Очищает себя так как Он чист. Мы не говорим что нам достаточно этого очищения. Мы не говорим что нам. Мы говорим Господи. Измени меня. Измени меня. Чисти меня. И тогда сердце чистое. И сердце переданное Богу. Преданное ли наше сердце Богу. Передал ли ты свое сердце Богу во владение? И если да, то Божьи очи обозревают всю землю, чтобы поддерживать. И поэтому те, кто преданы Богу, Он их поддерживает. Он посылает благословения. Он помогает, Он действительно поддерживает. Потому что они преданы Богу. И поэтому, когда Иезек сказал, Господи, вспомни, что я ходил пред Тобой с преданным сердцем. И тогда Бог говорит пророку, возвращайся назад и скажи ему. Я видел молитву Твою, видел слезы Твои. Бог видел, слышал молитву, видел слезы. И вот я прибавляю к дням Твоим 15 лет. И тогда он начал восхвалять Господа. И там написано в Исаии 38, кажется. И он предоставляет Бога молитвой Иезеки. Преданное сердце. И так очи Бога обозревают сердце. Простите, всю землю, чтобы поддерживать сердце преданным. И Иеремия 32, 19, быстро скажу. Великий в Совете сильный в делах, которого очи открыты на все пути сынов человеческих. Скажите, на все пути. Все. Это путь к алтарю. Это путь на место. Это путь домой. Очи открыты на все пути сынов дочерей человеческих. Очи открыты. И поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу сказать, Бог призывает нас жить в реальности веры, что Господь все видит. Он видит каждое твое даяние. Он видел лепту, две лепты женщины. Он видит, что ты делаешь. Он знает, сколько ты опустишь. Когда я иногда был, мы видели пожертвования, и как-то я, несколько раз я получал такие благословения. Кто-то опустил в ведро. И там написано было Владимиру, например. И там не было написано от кого. Я ни разу не получил от имя, чтобы кто-то написал, что это от меня. Это было действие веры. Я подумал, этот человек имеет веру. Он делает в тайне. Он не пишет даже свое имя, чтобы получить к себе особенное отношение. Понимаете, как это вера? Согласитесь, это вера, да? Человека дал на лестницу. Он не написал, кто дал. Чтобы люди не подумали, что вот этот человек дал столько евро или столько, или сто. Потому что это есть вера. Бог видит это. Если мы не видим, кто дал, пожертвовал. Потому что я вообще не вижу пожертвования. Но мне, я только вижу то, что, если мне кто-то даст. Но я не знаю, сколько там. Я боюсь, что боюсь. Мне не хватает веры иногда смотреть, сколько пожертвовали, чтобы мне не думать, как нам будет трудно. Просто доверяю тем, кто распоряжается средствами. Но я верю, что Бог восполнит нашу нужду. Аминь. Но Бог видел. Он видит, сколько ты пожертвует. Он видел. Он знал все. Он также видел все. Он видел. Вы знаете, об Иуде написано, что Он брал то, что туда опускали. То есть Он освещал воровство. Бог это видел. Иисус Ему не сказал, но это не значит, что Он не видел. Потому что Он, может быть, ждал, чтобы, что будет дальше. Он знал, что Иуда свое сердце, Он не изменит. Он будет искать это. И написано, Он был вор. Он клал, что туда опускали. И имел при себе денежный ящик. Но мы видим конец этого человека. Конечно, Бог видел. И, но Бог видит твое хорошее. Он видит. И Он хочет благословить тебя. Поэтому сегодня веришь ли ты, что Он видит? Веришь ли ты, что Он живой, реальный для тебя? И второе. Предано ли наше сердце Господу? Потому что если сердце предано, все, Он не остановит свою руку перед нами. Он говорит, Он не удержит благословения. Он благословит тебя. Потому что преданное сердце и полная вера, она обеспечивает нам Божью милость. И мы можем видеть Его милость и быть благословленными. Я хочу помолиться с вами. И у нас всего лишь половина первого. Поэтому слава Богу, брату Анатолию, служителю молодежи. У него есть возможность тоже сказать в наше сердце, в нашу веру. А теперь я прошу, давайте мы поднимемся в этой молитве. Редактор субтитров А.Семкин